МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжит новости 24 в студии Зухралиева. Здравствуйте. Я и мои коллеги расскажем о главных событиях к этому часу. Безопасность прежде всего. Завтра на время празднования Дня Победы в столице республики будет перекрыта часть улиц. Погиб в 42-м на войне, и спустя 77 лет сын и дочь фронтовика нашли могилу отца. Акцию в честь наступления священного месяца Рамадан провела дагестанская диаспора в Новосибирске. Завтра в Махачкале будет перекрыта часть улиц. Делается это в целях обеспечения безопасности на время празднования Дня Победы. Так, с 6 утра до часу дня будет перекрыто движение автотранспорта по улицам от Акушинского до Гаджиева и по улице Гусаева. С 13 до 16 ограничат движение на проспекте Расула Гамзатова на участке от площади и до Яракского. Запрещена будет и парковка машин на определенных территориях. Оставленные автомобили заберет эвакуатор. И кроме того, будут временно изменены маршруты городского общественного транспорта. Великое Отечественное минуло более 70 лет назад, но ее отголоски по-прежнему доносятся до наших дней. Наш следующий сюжет о Далгате и о мужат Ахвердиева, которые нашли могилу своего отца спустя много лет. Он умер в 42-м. О том, где похоронили молодого кавалериста и маншапия Ахвердиева, никто не знал, если бы не одна случайная встреча. Все подробности этой истории в сюжете Карины Баталовой. В жизни этих уже пожилых людей не было отца. У них давно есть свои семьи, внуки и правнуки. Но мысль о папе, который ушел и не вернулся, навсегда осталась в сознании. Его забрала война. Отважный капитан-кавалерист и маншапия Ахвердиев, как настоящий горец, шел на врага с саблей в руках да наскаку. 1 ноября 1942 года замкомандира 32-го гвардейского кубанского казачьего кавполка был смертельно ранен в бою у зайчий кулак. Мы получили адрес одной медсестры. И она пишет, я, говорит, стояла у стола операции не как медсестра, а как боевой товарищ. Из уст его не было слышно ни одного звука стону, что он не стонал, говорит. Такой, говорит, он был мужественнее. Потом привезли, говорит, туда бурку, завернули его в бурку и увезли. А где он похоронен, говорит, я не знаю, она пишет. Так в 26 лет жена и маншапии Патимат стала вдовой. На руках трехлетний сын, под сердцем еще нерожденная дочь. Война настигла ее на землях и западной Украины. До родного Хунзаха добирались тяжело. Бомбежка, обстрелы, всюду гибель людей. Больше замуж Патимат не вышла. В ее жизни от любимого мужа остались лишь воспоминания. В 41-м ему дали месячный отпуск, но он, не дожидаясь конца, уехал на фронт. И перед уходом он сказал мне и родным. Я человек военный. Не могу же я сидеть в такой тяжелый момент испытаний для нашей Родины. Моя земля плачет под ногами врага. Я нужен там, на войне, а не здесь. На войне и прошли его последние дни. Казалось, он все еще там, лежит в земле Ставрополья, на которой погиб, защищая все, что ему дорого. Сын подрос и начал поиски захоронения. Ездил в Нефтекумск на братскую могилу и горевал, что отец похоронен так далеко от Родины. Я начал поиск отца, однополчан отца. Очень много я нашел однополчан отца. Но никто не знал, где он похоронен. В 83-м году мы сюда ездили с виной, с моим покойным двородим, братом старшим на его машине. Где только мы здесь не побывали. В другие места посмотрели. И мы никак не знали, что он похоронен именно в русском кладбище. Об этом мы не знали еще тогда. Но мы не могли узнать и вернулись обратно. А узнать помогли случайность и внимательность жителя Кизляра Абдусалама Халилова. На русском кладбище своего города он невольно наткнулся на братскую могилу времен войны. На одной из плит его заинтересовала именитая фамилия. Иман Шапи, правнук Наиба, имама Шамиля, Ахпердиль Мухаммада из Хунзаха. Мужчина запомнил это и даже сфотографировал плиту. И вот спустя время уже в Махачкале на исламском форуме он заметил пожилую женщину с портретом Наиба. Я подошел к ней, я говорю, а этот Наиб Ахпердиль Магомед, кто вам будет? Она говорит, он мой прадедушка. Я говорю, вот Кизляра в братской могиле похоронен, говорю, Ахпердиль Мухаммад Шапи. Он кем вам приходится? Случайно не родственник? Она говорит, это мой папа должен быть, мой отец должен быть. Радостная весть быстро облетела всех родственников. И вот уже здесь, на могиле фронтовика, около 30 потомков. Все они наслышаны о именитом предке, которого еще при жизни наградили орденом Красной Звезды. Большое спасибо Абдусаламу, который непосредственно сказал нам, где находится, и что мы сегодня могли все вместе с ним, с его семьей посетить. Огромное спасибо им, что пришли вместе с нами, что сообщили. И вот сейчас мы очень рады, что нашли наконец-то перед нашей смертью хотя бы, чтобы могли дуа делать для него, который он не получил всю жизнь. За упокойная молитва и немного родной хунзахской земли. Казалось бы, ничего необычного. Но за этими традиционными ритуалами стоят годы поисков, догадок и предположений. Вопрос, где же находится могила мужа, отца, деда, всегда волновала род Ахвердеевых. И вот спустя 77 лет есть место, куда можно прийти и отдать дань памяти своему славному предку, погибшему, как и подобает настоящему горцу. Карина Баталова, Гаджи Магомедов, Новости, ННТ, Кизлярский район. В эти дни ветераны Великой Отечественной принимают поздравления. Заслуженного врача республики, ветерана войны Айшат Ахмедову накануне поздравила и депутат Народного собрания Зумруд Бучаева. В 41-й год Айшат Ахмедова встретила выпускницей медицинского училища и с 17 лет начала свою фронтовую карьеру медсестры. Работала в полевом госпитале, а после войны в больнице до грибкомбината, а затем в первой городской больнице. Награждена множеством орденов и медалями. Зумруд Бучаева поблагодарила ветерана за вклад в достижение победы, а воспоминания о боевых годах и мирной жизни продолжились за чаепитием. А в Национальном музее Дагестана прошла встреча героя России Магомеда Толбоева с учащимися махачкалинских школ. Место было выбрано не случайно. Во дворе музея на общее обозрение выставлен скафандр. Таких советские и российские космонавты летали в космос. На встрече дети многое узнали из истории и жизни заслуженного летчика-испытателя. Магомед Толбоев рассказал школьникам много интересного о небе, самолетах и профессии военного. И, конечно же, не обошлось без упоминания о предстоящем Дне Победы. Вы все видите, что Россия окружена. У нас нет практически друзей. У всех есть свои интересы к нам. Они боятся нас. Боятся того всегда, кто сильный. Если бы мы были слабые, то нас бы по голове гладили бы. И наши национальные богатства бы летали бы куда попало. Сегодня мы за счет вооруженных сил держим нашу оборону спокойно. Поэтому нет на планете войны. Пока есть Россия и наши мощи вооруженные силы, войны не будет. В Новосибирске представители дагестанской диаспоры во главе с советником председателя Народного собрания Республики Назиром Генжеевым провели акцию в честь наступления священного месяца Рамадан. Всем прохожим они раздавали всероссийскую газету «Ас-Салам» и буклеты с самой необходимой информацией об обязательном мусульманском посте. Ну а представительницам прекрасного пола еще и дарили цветы. Акция направлена на объединение людей вне зависимости от их вероисповедания и национальности. Новосибирцы остались под приятным впечатлением и узнали намного больше об исламе. Сажать деревья, убирать мусор, да и просто подышать свежим воздухом. Подобную акцию в поселке Тарке организовали представители сразу нескольких центров социальной адаптации. Желание трудиться вместе во благо города и оказывать поддержку людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, объединило их всех в единую команду. Сегодня проходит у нас посадка деревьев. Отсюда будут проходить аллеи, где обычно проходят спортсмены. Они будут при пробежке или что-то, а это плодовые деревья, где они могут остановиться либо по тени этими деревьями, либо поесть плоды эти самые. И уже в дальнейшем будут проходить. Сегодня только четыре дерева у нас было посажено. Это только начало. Будем проводить в дальнейшем до самой площадки. В том направлении облагораживать этот район и тротуаром. Сегодняшнее мероприятие посвящено вовлечению выздоравливающей молодежи в социально активную деятельность, социально полезную деятельность. По сути, такого рода мероприятия, мне кажется, должны не превращаться в какие-то разовые акции, а регулярно, по возможности проводиться. Почему решили именно здесь? Склон горы Таркитау – это достаточно известное место и очень проходимое место. Здесь собираются как спортсмены, так и туристы. Вот мы провожали недавно туристов. То есть это достаточно известное и часто проходимое место. И преодолев этот путь, спортсмен, дойдя до этого места, если это в будущем превратится в большую крупную аллею плодовых деревьев, что мы и запланировали в принципе, то я думаю, мы как минимум оставим маленький добрый след за собой на земле. Хотим привлечь и в дальнейшем молодежь на то, чтобы принимали участие в такого рода социально ориентированных акциях, социально полезных акциях, чтобы каждый из нас, уйдя, оставлял за собой положительный след. Эти деревья мы посадили в знак того, чтобы выздоравливающая часть нашего населения, наших земляков, решила это посвятить для здоровых, скажем так, для тех, кто посвящает свою жизнь спорту. И в память о тех, к сожалению, кого нет сегодня с нами рядом, кто вел рискованный образ жизни, социально опасный образ жизни, те, кто вели их сегодня, к сожалению, у нас нет с нами рядом. И вот в память об этих людях также мы планируем этот цикл мероприятий. У нас посадка деревьев, нам намечено спортивное мероприятие. Подобного рода мероприятие проходит регулярно. Так, 14 мая состоятся дружеские спортивные соревнования среди учащихся колледжей и пациентов реабилитационных центров. А 17 числа в Дагестанском медицинском колледже пройдет акция по профилактике ВИЧ-инфекции. Участие смогут принять все желающие. Немецкий философ Вернер Штегмайер посетил Махачкалу с дружеским визитом. Он приехал по приглашению Республиканского отделения Российского философского общества. В частности, по инициативе дагестанца Абсалудина Дебраева, который учился у Штегмайера в Институте практической философии Графсфальского университета в Германии. На встречу с профессором национальной библиотеки имени Гамзатова собрались преподаватели дагестанских вузов, студенты и те, кто неравнодушен к философии. Они выслушали доклад Вернера Штегмайера на тему «Разочарование Ницше в мышлении об истине очаровывает». В европейской философии до Ницше тоже пробовали искать истину, но именно он стал глубже заниматься этой проблемой. Меня интересует эта тема, потому что я хочу сделать сравнение с сегодняшним днем, ведь все мы хотим знать истину. Это все новости к этому часу. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова